За несколько часов до начала прямой линии с мэром Саранска под анонсом в интернете появилось первые сотни комментариев. Из них было понятно, люди ждут, но уже ни на что не надеются. Да и сам Игорь Осабин столько раз бессмысленно выступал, что уже и обещать перестал. Топ-3 наболевших вопросом. Плохая уборка города, плохая работа общественного транспорта, бродячие собаки. Ну и, конечно, брусчатка на площади тысячелетия. По поводу брусчатки. Спасибо за вопрос. Он, знаю, очень интересует наших горожан. Мы регулярно занимаемся этим вопросом. На сегодняшний момент мы начали реконструкцию фонтана. То есть задача у нас, чтобы не просто площадь, переложить брусчатку. Мы подошли комплексно. Сначала мы сейчас отреставрируем фонтан. Что касается работы общественного транспорта, то Игорь Юрьевич уверен, почти все в порядке. Зарплата у водителей достойная, но работать все равно никто не идет. Зато в следующем году начнут обновлять подвижной состав. Уже закупили новые остановочные павильоны. Так что зря уважаемые горожане жалуются. Попросил прощения Игорь Осабин у жителей микрорайонов Юбилейный Тавла за то, что мэр сказал, мэр не сделал. Пообещал было пустить отдельный маршрут, но и тут оказалось есть подвох. Нужны автобусы, водители и остановочные карманы. А их и на существующих-то направлениях не хватает. Я извинюсь перед нашими жителями, планировали до 1 ноября запустить маршрут в Юбилейном, но не запустили. Из-за того, что для организации маршрута у нас первое, нам нужно сделать карманы для поставки остановки. То есть просто опять, просто так сгостить машины, которые не будут соответствовать мерам безопасности, мы делать не будем. Соответственно, все такой вопрос, что нужно сделать карманы. Это дополнительные расходы, не один миллион рублей. В общем, мэра Саранска нужно понять и простить. А по всем наболевшим вопросам можно обращаться в городскую администрацию. Так сказал Игорь Осабин. Обращаться-то можно, а вот будут ли оттуда отвечать, неизвестно. И ответа на этот вопрос нет ни у кого из тех, кто хотя бы однажды пытался поговорить с чиновниками. Людмила Кусерова, Наши новости.